Киберпанк Вы будете совершенно правы сказать, что всё то, что я перечислил ранее, влияло друг на друга и в итоге и сформировало тот самый Киберпанк, который так активно используется авторами в своих произведениях, будь то фильм, книга или компьютерная игра. Чем же нас привлекает этот жанр и чем он так кардинально отличается от научной фантастики? Киберпанк даёт нам возможность следить за судьбой её развитием героя, который так похож на персонажей из фильма Нуар. Он пессимистичен, недоверчив, разочарован и циничен. Атмосфера, которая погружает героя фильма или игры, а вместе с ними и зрителя или игрока, построена вокруг стремительно развивающегося технического прогресса, граничащим с низким уровнем жизни населения. Отсюда и происходят все известные черты этого жанра. Киборги, пиар-роботы, влиятельные крупные корпорации. Эээ, ну всё. Хватит википедии. Сегодня я решил сделать персонажа, не простого персонажа, а легенду Найт-Сити Адама Смэшера. Долго размышляя о том, из чего же всё же сделать фигурку Смэшера, я пришёл к выводу, что на канале вышло уже немало видео с различными методами по постройке самоделок, в которых использовался и всякий хлам, и 3D-печать, и полимерная глина. Но пора шагать далее. Пора слепить полноценную фигурку из пластилина, скульптурного пластилина. Начинаем с лепки головы, так как она задаст основные пропорции всей фигурки. Лепил я впервые, поэтому пришлось открыть урок по лепке с этого канала и изготовить заготовку обычной человеческой головы, чтобы в дальнейшем доработать её и сделать похожей на голову Смэшера. При работе с пластилином важно помнить, что как и в живописи, да и в любом другом искусстве, мы начинаем с общих форм и постепенно уточняем и дорабатываем наши изделия. На данном этапе важно сделать максимально чёткие и выраженные грани лица, для того, чтобы в дальнейшем нам было легче уточнять мелкие детали. Нос добавляем отдельно, после того, как удалим часть пластилина под выемки глаз. Сейчас наша заготовка больше походит на статую острова Пасхи. Переходим к нижней части лица. Её можно было вообще не дорабатывать, так как от человеческого там не осталось ничего и всё было заменено искусственными имплантами. Искусственный, да, интеллект нет. Ты дешёвка! Переходим к глазам, пока нам нужно лишь набрать основные пропорции без зауглубления в детализацию. И вот о чём я и говорил ранее, уже на готовую голову человека, а конкретно рот, начинаем закрывать имплантами, не забываем и про глаза. Также я начал добавлять пластилин на скулы, брови и череп, чтобы придать фигурке более мускулиный и агрессивный вид. И только сейчас я начал пользоваться инструментом для разглаживания острых граней и придания более органических форм голове Смешера. Постепенно появляются всё новые и новые импланты. Вторая причина, по которой не стоит сразу же усложнять фигурку мелкими частями, это то, что мы всё же работаем с пластилином, и он имеет свойство размягчаться при воздействии на него температуры человеческого тела, а конкретно рук. И все те мелкие формы, которые вы так долго и мучительно лепили, могут быть вами и разрушены. Осталось лишь закончить часть лицевых имплантов, они придадут фигурке законченный вид. В итоге я заменю цвет имплантов на серый, просто используя другой пластилин, поэтому не пугайтесь, когда увидите конечный результат. Сама форма деталей никак не изменилась, лишь поменялся цвет для лучшего кадра. При работе постоянно корректируем все размеры и общие пропорции, чтобы фигурка не приобрела комичный вид. Лицо я постарался максимально детализировать, добавил множество деталей, трубок и так далее. Вот такая голова в итоге у нас получилась. Пока фигурка не готова до конца, я решил не делать заднюю часть головы, так как она связана с телом смешера трубками, и без тела доделать голову не представляется возможным. Ну и наконец, переходим к основе нашей огромной фигурки. Так как пластилин просто-напросто не выдержит собственного веса, нам потребуется собрать каркас и основу под него. Здесь нам потребуется толстая проволока, пассатижи и основу. Части проволоки я решил скрепить скотчем, так как никаких температурных нагрузок и воздействий пластилин нести не будет, в отличие от полимерной глины. Прежде чем начать, разогреваем пластилин руками, так как объемы у нас невелики. И начинаем набирать массу нашей фигурки. И очень грубо накидываем пластилин. Опять же, идем от общих форм. Если у вас уже был опыт в лепке, то лучше будет слепить общую форму тела вместе с ногами и руками. Но так как мне было тяжело ориентироваться в пропорциях, я решил начать с тела и уже позже добавить ноги, чтобы пока они не отвлекали меня. После чего грубо убираем совсем уж лишнее ножом. Процесс весьма увлекательный, поэтому очень легко увлечься и потерять все пропорции и размеры. Никаким последствиям это конечно не приведет. Нам лишь придется повторить предыдущий шаг, что в принципе я и делаю. Я решил не отступать от лепки головы и захотел слепить тело обычного человека и уже одеть его в броню. Думаю, это было отличное решение, так как мне как новичку было проще соблюдать пропорции тела Смешера. И позволило мне не только выполнить внешнюю броню персонажа, но и все внутренние части, которые по завершению фигурки не будут видны. Сейчас я стал отсекать лишнее, так как тело человека лишь основа для будущих имплантов и брони. И чтобы все размеры были гармоничными, пришлось убрать немалое количество пластилина. Модель сразу же приобрела более изящные и человеческие формы. Финально убираем все лишние части ножом и дорабатываем более тонкие и мелкие детали с помощью цангового ножа. Вещь кстати незаменимая, всем советую приобрести такой ножичек. После того, как мы стесали с формы все лишнее, начинаем разглаживать поверхности и углы модели, так как это будет финальный вид основы, на который будут крепиться все последующие детали. После того, как все пропорции меня устраивали и оставалось место для брони, я начал делать внутренности Смешера. Все же на готовой фигурке в некоторых местах виднеются эти части, и это придает еще большего объема фигурке, что еще раз радует. Начинается этап, где мы лепим отдельные мелкие части фигурки и уже готовые накладываем на модель. Поэтому важно прорабатывать все мелкие детали, прежде чем крепить их на модель. Итак, о чем это я? Как вы поняли, прошло несколько недель между этими двумя кадрами, так как у меня категорически выходила какая-то дичь, и я на секунду разочаровался. Но проблема была в том, что я лепил какую-то отсебятину, которая не была похожа на референсы, поэтому мне и не нравился результат. Когда же я старался как можно сильнее подойти к оригиналу, получалось хотя бы что-то вменяемое. Проблема была также в том, что фотографий с торсом без брони я нашел всего одну, поэтому ориентировался лишь на нее. Действия здесь весьма простые, поэтому повторить их, если что, не составит труда. Единственное это то, что для кабелей и различных трубок я использовал реальные провода и коктейльные трубочки, так как боялся за сохранность трубок из пластилина при работе над другими частями. В нижней части туловища я уделил огромное внимание, так как эта часть будет полностью видна и не закрыта никакими бронепластинами, поэтому детализация должна быть на высшем уровне. Позже я конечно дорабатывал формы за кадром, но сути это не меняет. Мы по-прежнему максимально детализируем низ туловища, добавляя различные мелкие детали, провода, трубки. В общем максимально превращаем безликое туловище в киборга. Также мы перейдем к этой части туловища, когда закончим работу над ногами, так как сейчас это не представляется возможным, так как эти части связаны. Переходим к бронепластинам на груди. Чтобы их изготовить, я раскатал пластилин отдельно и изготовил симметричные детали. Важно именно раскатать детали, а не мять их руками, так как иначе выйдет непонятной формы и содержание фигуры. Монтаж. Итак, прошло еще невообразимое количество времени, которое ушло на размышление, каким образом мне поступить с ногами. Когда же я все-таки придумал и меня озарило, я начал действовать. Берем и накидываем весь наш пластилин на будущую ногу. Что же делать, когда он закончится? Я граблю этот варёк! Ну вот, так-то лучше. Распаковываем. Отлично. Продолжаем накидывать пластилин и добавлять массы нашей фигурки. После активного масса набора пора худеть и скидывать лишнее. Для этого нам понадобится линейка. Мы ориентируемся по скриншоту из игры в нужном нам масштабе и убираем лишнее. Опять же, не забываем о правиле, о котором я говорил ранее. Идем от общих форм и не углубляемся в детали в начале. Это позволит нам легче и быстрее закончить нашу работу. Ноги, конечно, отдались мне не с первой попытки, так как они должны были нести не только эстетический характер, но и несущий, так как на них опиралась вся фигурка. От ней и был каркас, устойчивость от них всё же требовалась. Теперь, когда основные формы были вытесаны линейкой, можем приступить к уточнению и добавлению различных акцентов и деталей нашей фигурки. Ноги в этой фигурке одна из самых важных деталей, так как они притягивают немало внимания. И нужно было это внимание чем-то удержать. Поэтому необходимо было также давать детализацию и создать объём. Объём получилось создать за счёт углублений и различных вставок в коленях. Как вы заметили, все мелкие детали я прорабатывал прямо на модели, а не прикреплял отдельные вылепленные детали на модель. Так работать правильнее и легче, но требует опыта, которого мне категорически не хватает. Поэтому буду в скором времени пополнять свои навыки. Что оказалось ещё сложнее, так это сделать симметричные формы ног, чтобы они не различались хотя бы с первого взгляда. Поэтому я решил делать вначале правую часть модели и с помощью линейки переносить все размеры и опорные точки на левую часть модели, для того чтобы сделать их симметричными. Ноги стали переломной точкой в постройке модели, так как они застопорили меня на долгое время. Но после того, как я сообразил как их лепить и всё же сделал их, работа пошла гораздо быстрее и я уже не видел преград для завершения своей работы. Постепенно переходим к более точным инструментам и начинаем прорабатывать детали. Также ещё не раз я срезал лишние куски пластилина, которые как и с туловищем делали модель громоздкой и плохо выглядящей. Не обошлось здесь и без палочек. Решил я прибавить немного детализации в районе колена смешера, а также добавить различных трубок и соединений уже слепленных из пластилина. Перейдём к лаптям. Пришлось множество раз переделать их, чтобы наконец получить нечто похожее на оригинал. Энциклопедийной точности конечно не выйдет, но я старался. Главное скопировать общие формы и добавить мелких деталей. Вот так кстати у меня в итоге вышло соединение ног с туловищем. Решил я не мучить себя ещё сильнее и в качестве основы взял вот такую детальку лего. Она отлично подошла по размеру и облегчила работу с пластилином и его искривлением. Как и вся работа с пластилином в целом, в большей степени заключается лишь в стёсывании лишнего. Этим мы и займёмся. На локтевой сустав я также добавил мелкую деталь. Никакой функции она не несёт, лишь эстетический характер. Бицепсы у Смешера крепкие. Здравствуйте, я Александр Невский. Вот так вот. Вот так вот. Выполним их также из коктейльных трубочек. Они отлично впишутся в фигурку. Всё же всех мелких деталей из лего не сделать. Да и ролик у нас не об этом. Конечно, можно было не так сильно заморачиваться над детализацией рук в этом месте, так как они закроются бронепластинами. Но как и в случае с туловищем, часть всё же будет просматриваться. И испортит тем самым вид. Поэтому не ленимся и дорабатываем детали до конца. Руки, как вы заметили, за счёт лего деталей и каркаса, на котором они сидят, позволяют их снимать и даже немного изменять их положение, что в итоге меняет всю позу фигурки. Но сейчас я пользуюсь этой функцией, чтобы можно было легко проработать все мелкие детали, так как сама по себе запчасть маленького размера и сделана из пластилина. Она имеет свойство нагреваться и терять свою форму. Немного спасает лего деталь на конце, но всё же приходилось откладывать её и давать остыть. Работа над пальцами проходила ещё более мелкими заходами, так как деталей ещё меньше. Здесь всё просто. Нарезаем грубые формы будущих кистей и пальцев, после чего собираем грубую модель руки. Саму руку я решил закрепить на кусочек коктейльной палочки. Переходим к спине. Наверное, самая лёгкая часть смешера, которая далась мне без особых усилий. Но скорее здесь сыграло то, что спину и броню я делал в последнюю очередь. У меня накопился какой-никакой опыт в лепке. Работу я начал с позвоночника. Он был очень хорошо проработан художниками игры, поэтому я просто не мог пропустить такую важную часть. Начинаем передавать окончательные формы с помощью добавления бронепластин на разные части фигурки. Смешер в районе спины был крайне широким, поэтому обязательно воспроизводим это в свои фигурки. Тщательно закрываем все места бронёй. Теперь переходим к шее и соединению головы с туловищем. Изготавливаем такую интересную деталь, которую я считаю лучшую на всей фигурке. Не знаю даже что это, но обязательно изготавливаем её. Вот такой вид приобретает наша фигурка, всё более устрашающий. Завершаем броню и доделаем недостающие детали. И наконец надеваем окончательную броню, которая идеально завершает вид. Голову, как я уже говорил ранее, доделал в последнюю очередь. Добавил импланты сзади и красные точки на глаза. Теперь голова точно готова. Я решил также вставить её в туловище на палочку и уже потом закрыть трубками из пластилина. Субтитры сделал DimaTorzok